Григорий Озаренок. Главный рупор белорусской пропаганды. Задолбали выть, как текущие кошки. Мрази вы, баскудные мрази. Его лексика комичная и даже абсурдная. Украина. Страна Гоголя и Булгакова. Страна великих Киево-Печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? А иногда даже шокирующе. Вот, например, Озаренок призывает с экранов телевизора изнасиловать президента Еврокомиссии. Уршуля, ты не человек, не женщина. Ты существо. Зловонный навоз. Желаю тебе и всей твоей Еврокомиссии на себе ощутить литовский гуманизм, чтобы тебя изнасиловали. В своем безумии белорусский пропагандист может посоревноваться даже с Соловьевым и Скобеевой. Как белорусская власть использует журналистов для расправы над политическими оппонентами? И почему создает негативный образ Украины? Смотрите прямо сейчас. Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа. Эксцентричный белорусский ведущий Григорий Озаренок по тревожную музыку несет с экранов телевизора все что угодно. Е безума маскары ноиц, юловер е и не шан то. Шифрованный катехизис революционер. Главная его цель это восхвалять захватившего власть Лукашенко, которого, по мнению Озаренка, подарил белорусам Бог. А достойны ли мы его, когда ленимся, когда увлекаемся тщеславием, когда погружаемся во внутренние разборки, когда пересчитываем деньги, когда видим в служении родине и корыстный интерес, когда суетимся. Достойны ли мы такого лидера? А еще Озаренок, не подбирая слов, критикует оппонентов Александра Григорьевича. Тихановская, ты мразь. Я видел тебя, жалкая чучела, в Минске на митингах. Тогда ты была всего лишь смешным ничтожеством. Вокруг одни фашисты, на Западе враги и только батька может спасти эту планету, не говоря уже о Беларуси. Украинцы-поляки входят, значит, идет нападение на территорию Беларуси, значит, чтобы здесь сковывать российские войска, уничтожать их и так далее. И все это было бы здесь, и была бы мировая война. Звезда Григория Озаренка стала восходить после протестов в Беларуси. Кто его президента? Кто избрал Лукашенко? Кто его избрал президентом, Григорий? 80% белорусского народа. Вот так вопрос, прошенная фраза, сотни уголовных дел. Их несут. Григорий, где протоколы районных комиссий об избрании Лукашенко президентом? Нет ни одного протокола районных комиссий об избрании Лукашенко президентом. После того, как в 2020 году Александр Лукашенко де-факто проиграл выборы Светлане Тихановской, но при этом сумел удержаться на своем троне, телепропаганда в Беларуси начала стремительно пробивать все новые и новые грани абсурда. Когда пишу текст, я не думаю, что я похож на Телеграм, или я похож на Фейсбук, или на что-то еще. Мне пишут так, как вижу, так, как чувствую, так, как думаю. В своей авторской передаче на канале СТВ Озаренок врет, что на протестах никого не избивали, а из Лукашенко делает настоящий культ личности, чтобы легче продвигать его политические идеи. Трецы рассчитывали пройти наши рубежи за считанные секунды, но уже в первые дни поняли, они проиграют. Убить нашего человека мало, его еще нужно повалить, а это невозможно. Вы ничего не сможете сделать с Александром Лукашенко. После принудительной посадки пассажирского самолета в Минске и ареста Романа Протасевича отношения между Украиной и Белоруссией ухудшились. Киев прекращает авиасообщение между странами, а Озаренок именно в этот момент получает команду ФАС. Украинцы, родные наши славяне, как вы терпите это у власти? Как вы терпите бесконечную ярмарку разврата и роскоши на вашей крови? Интересно, что за две недели до полномасштабной войны Российской Федерации против Украины Гриша с экранов телевизоров зазывал напасть на Украину и разнести Киев ядерными ракетами. Порвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина. Напомним, что полномасштабное вторжение России против Украины началось именно с территории Белоруссии. И сегодня в украинские больницы, школы и детские садики именно оттуда летят российские ракеты. Сегодня Бандеровская Украина выслуживается перед Новым Рейхом громче всех. Она первая побежала вводить санкции против нашей страны. За свою так называемую авторскую журналистику ярому стороннику Лукашенко въезд в Украину запрещен. А месяц назад против него ввели санкции и в ЕС. Лучше кору с деревьев жрать, чем жить в вашем ублюдочном, мерзопакостном, жадном и скудоумном миропорядке. Но жрать ее будете вы. Вместо того, чтобы помогать своему народу, своей стране, Азаренок демонизирует Украину, которая вступила в бой с захватчицей России и борется за свою независимость и демократию.